И всем покупающим, дорогие друзья, сегодня с вами я, Допустим, и мы продолжаем играть в такую игру, как Back to the Future, эпизод 4 серии номер 3. А следствующее серии на том, что пришли к Этни и хотим узнать, что же в ней так цепануло Брауна. Ну, кроме того, что у неё офигенный белый костюм. Ну что же, Этна, говори. Вы сказали, что Эммет соответствует вашим запросам насчёт мужчин. Да. И каким именно должен быть список? Знаете, мистер Корлеона, из вас бы вышел хороший репортер. Ну, во-первых, его внешний вид. Только Калахан. Может быть, Эммет и Никлард Гейбл, но он очень элегантен. Я дала ему на время выставки дедушкин белый костюм. Это надо видеть. В нём Эммет выглядит просто блистательно. Вот я о том вообще. Хорошо выглядит в костюме, понятно. И он абсолютно предан мне. Это важно. На бабников у меня нет ни времени, ни терпения. Верен, словно лабрадор. Проверим. Третье и самое важное. Да. Его мышление, конечно. Оно блистательное и полностью добропорядочно. Его схема разума показывает, что он образцовый гражданин. Высокий интеллект, понятно. А если бы оказалось, что вы ошибаетесь в оценке его качеств? Скажите, ради чего эти игры? Мне просто любопытно. Пытаюсь понять женскую логику. Да, ну конечно. Ну вот поймите, я не трусиха, который убегает при первом налёте на трудности. Я многое поставила на Эммета. Не деньги, разумеется, но все свои чаяния. Прежде чем порвать с Эмметом, я должна полностью в нём разочароваться. Ясно? Что ещё скажете, мистер юный репортер? Эмм... Так, ну ладно, давайте сделаем небольшой налёп. Вы говорите, что Эммет смотрит только на вас? Именно. Меня почти что смущает эта его преданность. Ну, рад слышать, что он наконец остепенился. Да. А степенился? Ну, понимаете, прекратил шляться, как раньше. Шляться? А, так вы шутите. Угу. Ну и естественно. Ловелас. Не, мне кажется, вряд ли это прокатит. Давайте узнаём, что это. Это звучит как будто, блин, очень сложно. Ох, это абсолютно революционное изобретение. Измеряет склонности человека. К чему его тянет, от чего его воротит, всё такое. Угу. Интересно. И это в самом деле работает? Конечно. Какой смысл изобретать то, что не работает? В любом случае, это прекрасно работает для моих целей. Так, ясно. Так, ладно, пусть... Больше у меня вопросов нет. Ну, хорошо. Так, ну что, насчёт костюма его испортить легко. Да, тупо лужа. Тебе не видел мою корону? Вот эту, что ли? Да, спасибо. Ну, в принципе, в принципе. Значит, её опускают свободно, а я должна ждать. Просто отлично. Что, вы все, что ли, зелёные глаза? Я только сейчас что-то обратил внимание. Ну, да ладно. Начал костюма исправить легко. Тупо облить его и чем-нибудь, или бы толкнуть в лужу. Короче, чтобы он испачкался. Это вообще не проблема. Потом, чтобы быть ловеласом, нужно с какой-то бабой, чтобы он... У неё на глазах встретился. Подподходит вот эту. Ко всем, кто входит в сей священный зал, приветствие моё! Ко всем, кто входит в сей священный зал, приветствие моё! Смолой, пока ясно. Ко всем, кто... О, привет, парень! Слушай, это не тот тип, который... Побил тебя сдать малыша Танана. Он самый. Безусов, ты выглядишь моложе. Знаешь, это был грязный приём, заставить меня поверить, будто малыш пришил Арти. Извини, но это был единственный способ. А, забудь. Я вот стараюсь. Вчерашний день, в прошлом, вот мой девиз. Жилья на сегодняшний днём. Верно. Ну, по-своему, на самом деле глупо не мог, где и сам мой взгляд, ну да ладно. Желаешь ли ты повернуть рычаг, что управляет будущим? Звучит довольно круто. Да, да, да. На выставке дырачок. Технология ради светлого будущего, и всё так. Я за всё, давай. Да, я тут действительно рада. Рычаг свой. О чём я свой? Помоги... Ну, так-то насчёт этой. Да, вот это правда. Так, Арти тоже работает на выставке. О, Арти стал таким важным. Все газеты писали про то, как он разоблачил малыша. И в очередь к нему выстраивается с того судебного заседания. Это большая удача, что он работает на выставке. Он. Конечно, но он, да. Только ему два агента секретных помогли. Один, который поменялся, вообще офигеть как, а второй, который усы сбрил. Так, ладно. Давай сразу. Слушай, у меня к тебе предложить. Ничего, у меня ему нет. У меня есть у меня один друг. Вот ещё. Я теперь гуляю только с Арти. Да и не про то. Понимаешь, мой друг встречается с Эдной Стриклин. Ох, бедолага. Такого никому не пожелаешь. Не, ну, знаешь, я не согласен. Поэтому я здесь. Он не станет ничего сложным. Но каждый свой вкус. Я подумал, что она может порвать с ним, если решить, что ты и он, ну, понимаешь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, злодей, так ведь? Да. Иногда приходится прибегать к нечестным приёмам. Ну, так как... Калахан. Извини. Не Калахан. Не Каллёва, а Каллёва. Может, одно из первых, если бы я делала гадости каждой дамочке, которая посмотрит на меня косо, мне бы... Ну, пришлось бы делать очень много гадостей. Кроме того, это унижает достоинства техно, музы прогресса. Музы прогресса, блин. Ну, в принципе, да, ты пел в подпольном баре для мафии, ещё бы на тебя косы не смотрели. Да, нет, уговаривать как-то... Ладно, давайте уговарим. Послушай, моему другу Эммету очень нужна помощь. Тот, кто встречается с одной Стрикленд? Да уж, помощь ему не помешает. Я не прошу тебя соблазнять его. Просто пусть она решит, что между вами что-то есть. Пусть побесятся. Ха, думаю, так и будет. Так что... Нехорошо так поступать с девушкой, если только она не полная стерва. Кроме того, это повредит моему образу музы. Ты уже говорил про свою техно. Ладно. Не насчёт этого. Кто придумал устроить научно-техническую воздушку в Хилвелле? Понятия не имею. Арти называет это хлеб из зрелища, но ни цирка, ни булочный я тут пока не видела. Ну, оно и видно. Это всё у тебя в шлеме находится. Просто, знаешь, это рок-изабилит, так сказать. Так, ну, ясно, больше у неё... Пока, почти ничего. И в этой комнате чудес мы обращаем к вам слова прощания. Спасибо. Так, ясно. Короче, нужно убедить, что Стреклинт вообще очень-очень злая, то есть просто бяка настоящая. Ну, сейчас будем уговаривать. Эй. Ты. Вы снова здесь, мистер Корлеоне? Чем могу быть... Я кое-что выяснил насчет Трикси. Да. Очевидно, её выбрали королевы праздника. Техно-муза прогресса. Не может быть! А ещё говорят, что эта выставка должна создать Хилвелли репутацию. Я и не подозревала, какая репутация... Что вы имеете против Трикси? Саму идею того, что наш город будет представлять такая женщина. Певичка, да, я согласен. Я не потерплю. Как сознательная гражданка я требую, чтобы эту музу уволили. Что ты, артист-то говоришь? Но тут вообще ни о чём. Вряд ли она подходит для почётной роли на таком термияции. Ну, кистеретически, если бы я не знал. Она американская гражданка. Костюм ей в самый раз. И ещё она сумела выучить свои реплики. Какие другие соответствия вам нужны? Чтобы она не пила в подпольных барах у мафии. О, эти люди невыносимы! Да вообще наглёшь, тоже мне. Ну ладно. Почему вы хотите, чтобы Трикси уволили? Таким женщинам просто нельзя позволять занимать почётное положение в обществе. Это создаёт дурные прецеденты. Вот как. Но как втолковать этому олуху? Она же его совсем задавила. Так всегда и бывает. Разве? И всё же, я добилась бы её увольнения, если бы у меня были улики. За такой женщиной обязательно тянется след при грешении. И я бы их нашла, если бы всё ещё была репортером. Но у меня нет времени на розыске. Я слишком занята Эмметом и нашим его изобретением. Ну, хотя бы нашим, а не её. И то хорошо. Ну, ты, конечно, понимаешь, что она ведёт. Если бы у меня были улики против неё, она явно обманула своего нанимателя. Единственный способ открытия ему глаза, это показать что-то подлинно шокирующее. Ну, всё, что у нас есть. У меня есть бездета, дневнодовка, фотография Асси и гитара. А вы что? Может, у вас есть ко мне вопросы? Эээ, нет. Тогда позвольте пройти. Чувак, пропущи её, это бёбаный танк. Пока не увижу ваш регистрационный бланк. Это абсурд! Ну, да. У Марти синие глаза какие-то уже сказал. Не знаю, почему она... Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-то глаза, да. Так, нужно доказательства. Вот есть доказательства, что ты очень-очень злая женщина? Ко всем, кто входит в сей священный балл! Я слышал. Что готовится? Появилась пара идей. Ээээ... Угу. Лааа... И где появилась пара идей? Ладно, давайте спросим. Кого ты изображаешь? А ты не понял, деревенщина? Я техно, муза прогресса! Неужели по этим молниям не видно? Наверное, в школе я это проспал. Я должна изображать богиню или вроде того? Я вдохновляю великих людей, которые совершают открытие, и даже живущих. Что у них души торчит. Не будем забывать про Мадан Кири. Флэш немного переработать сейчас. Молния. Ага, круто, да? Я приветствую важных гостей, и в день окончания должна вручить золотые солнечные часы победителю конкурса! Хм, неплохо. Техно, муза прогресса? Неплохо-то. Арти меня устроил. Мой первый шаг на пути к благополучию. Хм. И кем работает Арти? О, он важная шишка на выставке. Занимается денежными вопросами, а ещё нанимает и увольняет персонал. А, неплохо. А то. Ну и супер достойно. Ему очень нравится работа, на которой начальство не грозит ему пистолетом. Хм. То есть, вот это тот Арти, который сейчас у нас принимает людей на выставку и пытается убрить одну из сей. Главное это выставка, главное на этой выставке, да? Ясно. Как продвигается процесс на дно ушел? Медленно. Знаешь, пословица? Жернова правосудия мельят медленно, но основательно. Не считай хилвэлли, где они не крутятся вовсе. Что? Ничего, просто понимаешь, я как-то слыхал, ты не жалеешь, что сдала его? Че у него башка три сейчас? Не надо было вообще с ним связываться с самого начала. Ну что ты делаешь? Я была глупа, поддалась его очарованию. Сейчас помнила, как будто, да, айки вырослуте. Так, ладно. Ясно-то, то есть она опять мне не помогает. Постараюсь. Так, ладно, пойду поговорим, наверное, с доком, либо с Арти. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас направо. Я там, по-моему, видел Кьюбола или Болта. Короче, парнишка, который суп наливал. Так, Кьюбол. Кьюбол или Кьюбол. О, черт, опять этот тип. Забавно, я хотел сказать то же самое. У тебя зеленая зуба, ты же зеленый открывал что-ли, забавно? Хотя нет, тогда ты и футболку бы тоже. Ладно. Да, что за штуковины ты для них сюда привозил? Бачо, ты супа. Бачо, ты супа. Бачо, мне не знать, электро, Тора, Баэто, Динамо, Фигамо. По мне, это все сплошная тарабарщина. Хм. И что-то больше играть. Еще будешь подыгрывать Трикси? Неа. Почему бы и нет? Потому что это миспорядочная девушка, думая, что теперь она слишком хороша для меня. У тебя, у тебя реально все зеленые зубы, что-то не так? А, ну-ка. Похоже, ты мало, злишься на Трикси. Злюсь. Слушай, парень, мы с Трикси знакомы уже много лет. Я знаю, у нее такое, чего не знает даже малыш. Такое, отчего у тебя... Правда? Вот, что он зуберзал. Ну, а теперь, когда я вижу, как она рассказывает, тут с таким видом, будто бы королевна, меня это, ну, выводит из себя, понимаешь? Может сказать, это арт, нет, не арт, а этой, какие, стрекланд фор. Ладно, если так спросим. И что такого жуткого в прошлом Трикси? Да, так я тебе и сказал. Ну, давай. Нет. Ну, хочешь, я первым расскажу что-нибудь неприличное про себя? Например. Кстати, что у нее тупо черный глаз? Или это коричневый? Я угнал поезд. Ну, шикарно просто, вот это вот просто. Ну, ладно, дайся про поезд. В прошлом году я пустил под арткос поезд. Зачем что-то сделал? Ты дурак, что ли? Знаешь, сейчас уже точно не скажу, наверное. Это долгая история. Это же криминал. Хорошо, пацан, ты выиграл. Это было действительно неприлично. Почти так же неприлично, как и это. Это что, Трикси? Ага. Она тут как-то немножко... Да не то слово. Понадела кучу таких вот художественных открыток пару лет назад. У меня их полно. А можно мне взять одну? Ну, не знаю. Ты точно ничего плохого с этим не сделаешь, а? Я смею, я не знаю, что использую это строго. Я не знаю, почему я про глаза так начал. Ну, спасибо. Отлично. Компромат. Но ты меня. Что у тебя зубами? Зубами? Да, не зеленый. Не понимаю, о чем ты говоришь. Ясно. Нет, правда, что случилось с твоими зубами? Ничего, ничего, я... О, черт! Что-то не так? Черт, правый зеленка от Крова, что ли? Все дело в этих. Кексы из водорослей от доктора Фринкла? Из машины, которую я разгружал, выпал ящик с кексами, и... Я просто не смог от них оторваться. Откуда я боюсь, что не будут полить зачем? Ты же не суп налевал. Чего и слово тут водоросли? Не закладывай меня, Арти, ладно? Мне очень нужна эта... Нет проблем. Я буду знать, что меня зовут Атикси. Чему Арти? Он сказал, Арти же, да? Так, э... Дать прикидку. Малыша приходит веточки. Теперь мы не особо-то разговариваем друг с другом. И за разных сроков заключения. У тебя ничего у него по жизни надо. Так, ясно. Нахтенера исполчен. А почему он не в тюрьме? Вмите со всей бандой малыша. Я там был, но мне подвернулся шанс, и я... Выложил всё как на духу. Предпочту назвать это проявлением здравого смысла и чувства самосохранения. А, вот, ууу, всё, ну... Ну всё, короче, прощай, Кьюбл. Кьюбл. Ты, короче, человек зелёными зубами. Тебя убьют. Стукачок-то этакий. Эх, блин, как так можно? Ну хотя, в принципе, сейчас бы многие поступили, в том числе, наверное, я. Так, ладно. Где моё фото? А зачем я оценил? Печеньки из воды, если. Хм, ладно. Используюсь. Хм, это одна. Тебе будет интересно взглянуть на это. Почему меня черт возьми должны интересовать? Так, так, вы что увидели? Или кто-то это? О, сэр! Мистер Маклай! Я собираюсь. Ну, вообще-то классик. Похоже, ваша муза вдохновляет не только прогресс. С лошём. Прелестный профурсетка из Винни-Пега. Её прошлое ничего не значит. Я завидую Рогу этого лося. Что такое Арти? Ты знаешь, я не любопытен, но... В каком штате ты выросла? В провинции, Манитоба. А что? Она даже не американка! А, ну, чувак, ты палец. В соглашении особо оговорено, что лицом выставки должна быть гражданка США. А, всё, короче. Так что... Нашёл. Если на самом деле ты из Канады... Я уволена? Ты увольняешь меня? Я не хочу, но... Вот, забирай. Что ж, я рада, что хоть кто-то прислушивается к доводам. Ну всё, короче, она сейчас этой Стриклинг поморзенье бы дала, но нет. Это же муза прогресса. Но она, по крайней мере, на неё взялась. Пойдём поговорим, я не против. Бит у меня нет, у тебя вроде бы тоже негде спрятать, хотя... Если что, кулачный бой ещё никто не менял. Да, слушаю. Эээ, куда-куда-то? Трикси? Я это сделаю! Я вырву сердце у этой веслоносой, сучки! Отлично, я всё могу. Это грубо, блин. Записи. Мы сделаем это, по-моему. Что? Я плохо импровизирую и роль учить не хочу. Но я когда-то играла в пьесе «Затруднение горничной», думаю, смогу воспроизвести сцену оттуда. Ладно. Но мне кое-что нужно. Почему я не удивлён? Нужны меха, большой бриллиант, не обязательно настоящий, так и быть. Тогда это проще. И кое-что от твоего дружка Эммета. У него есть фотоальбом? Не знаю, наверное, есть. Лучше принеси это мне. Меха, бриллиант и фотоальбом Эммета. А потом? Сиди и смотри, что я ей устрою. Ну, мне кажется... Надеюсь, у меня эти все вещи она потом вернёт. Потому что это не... Да, да иди нафиг-то мне не нужна. Да, 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 да. Надеюсь, она у меня эти вещи... Да, хорош! Ну... Пойду обойду её через шатуны, или как это называется. Блин, меха, то есть, как я понимаю, шову, бриллиант, большой. Хотя бы шесть карат, как я понимаю. И фотоэммет. Ну, фотоэммет самое простое. Если он вообще фотографировался. Хотя это вряд ли, но... Так, Хилл Вэлли в будущем. А чё всё закрыто-то? А если я хочу посмотреть... У Хилл Вэлли нету будущего, как я понимаю, да? Жал, или... Ну-ка, а Хилл Вэлли в прошлом? Тоже нету, что ли, прошлого? Короче, ясно. Этого ссылка создана для того, чтобы сказать, что Хилл Вэлли же вот настоящим. Ни прошлого, ни будущего нету, зато... Настоящий вон какой. Так. Док. Зачем-то мне нужно, я не знаю, но... А, отлично! Ты вернулся! Выкладывай по порядку! Она сказала, что в тебе ей нравится то, что ты добропорядочный, преданный, а также хорошо выглядишь в костюме. Вот чёрт! Она меня раскусила! Хе-хе-хе. Что ж, тебе придётся найти... Ты белый идёт, нежели чёрный. Если понадобится помощь, я буду здесь. Тебе нужна помощь? А, наверное... А, чё есть план? Похоже, у меня созрел план. Хорошо, расскажи. Нет, стой! Мы всё-таки говорим о моём прошлом. Если я узнаю, как ты собираешься его изменить, мои решимости... Волоню, чёрный база. Сработало! Похоже, Трикси готова нас поддержать. Можешь использовать любые методы, но прошу, не посвящай меня в детали. Нафига мне печеньки с водорослями. М-м-м... Ну, а так... Так, что же нам делать с Эдной? Нам остаётся только одно! Лгать! Выставить меня в худшем свете, чем есть на самом деле! С чего бы ей не верить? Эдна уверена, что знает о тебе абсолютно всё! Тебе придётся вспомнить грязные трюки. Они срабатывали раньше, должны сработать и сейчас! А, ну спасибо! Да, видимо так! Выставил меня плохим парнем. Так, ну я, ясно, он вообще не помощник тут. Ну, а можно вернуться как-то обратно в город к этому... К Эмиту? Или нет? Я хочу в город обратно! Нельзя, что ли? Ё-моё! Я в тупике! Ладно. С кем бы ещё поговорить? Артур... В принципе, смысла не вижу. К этому подходить тоже... К ней тут тоже не буду подходить, потому что она... Муза Прогресса, которого нету. И... Да, наверное, ещё раз в этом поговорим. Не знаю, зачем мы поговорим. Вы снова здесь местоположение на школе с собой нет? Ну, я думаю... Ммм... Так, ясно, ничего полезно. Больше у меня вопросов нет. Ну, хорошо. И полагаю, что ты... Продолжай искать. Естественно, продолжает. Ну, кстати, он, но он реально ищет, как-то не странно. Ищет. Артур? Эй, Арти! Офицер! Офицер! А, офицер? Вы же здесь тайна. Вы не могли бы сосредоточиться на основной задаче. Я сейчас немного занят. Вот ты человек. Ладно. Ну, о собой могу поговорить? Парень. Эй, парень. Парень. Эй, прошу прощения. Что? Когда открывается выставка? Только вечером. Все, кто не имеет отношения к выставке, пожалуйста, покиньте территорию. Да что ты кричишь? У тебя усы, он неровный. На крылья похожа, ты понимаешь? Ну да. В принципе. Тогда не мешайте рабочим. Хорошо. Смотри, не навернись. Вы глядите знакомо. Я вас знаю? Эээ, нет. Он-то в подпольном баре сидел. Еще говорил, чтобы я к твоей жене не приставал. Если я не путаю. Так, что, ну, можно еще сделать? С этим поговорил. Наверное, все-таки Стрикси еще что-то недо... Сказал. Я не понимаю, зачем печеньки с водорослями? Хм. Вот этот вопрос, который пока что не оставляет меня в покое. Ну-ка, давайте предложим ей печеньки. Типа в залог. Да иди, ты, 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 на, Трикси. Будешь в печеньке? Привет, Трикс. Что, реально? А. И что? Ну, было бы занятно посмотреть, но это не заставит ее расстаться с моим другом Эмитом. А, и правда. Ты все принес, что я просила? Я... 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 Я же печеньки на себя тыкнул. Пока не все, но я работаю над этим. Хорошо. Мне не терпится устроить спектакль для мисс Высокомерия. А печеньки? Так, ясно. Сейчас тут интересно. Ну-ка. Транспорт, ладно. Да, Лорен подойдет? Интересно. Транспорт, ну, ладно. Ну, в принципе, да, это логично, но, мне кажется, что скейтборда нету. Если бы он был. На скейтборде, как это? Как раньше, просто зацептался за грузовик и поехал. В те случае, не лежит там хотя бы на доске. Хотя, ясно, люди же, вы удивились. Не уверен. Возможно. По всем признакам у нас проблема с проводкой. Но лучше перепроверить. Основные узлы работают в штатном режиме. Могу я ненадолго взять Белориан? Надо заскочить в лабораторию, к юному тебе. Почему он раньше так сказать не мог? Временные контуры... Слушай, я обещаю, что не отправлюсь в 88-й. Даже если так, мне бы не хотелось упускать машину из виду, пока она работает нестабильно. Но го со мной. Я возьму её на проверку. Отправлюсь на минуту в прошлое. Если всё пройдёт успешно, сможешь взять машину. Так, ё-моё, блин, меня... Голос со мной. Ты должен вас ввести, я не против, понимаешь? Быстро. О, сработало! Не так ли? Боюсь, нет. Похоже, расхождение только увеличивается. Я прибыл 6 часов назад. Ага. А, это слишком плохо. Я боялся испортить работу, проделанную тобой, поэтому прятался. Но это время всё же было потрачено не зря. Я остановился у магазина запчастей и купил запчасти для хронометрического анализатора. Что именно? Диагностический прибор. Смотри, я завёл в него временные контуры и выставил их на цикл. Как только план постанет зелёный, у меня появятся данные, необходимые для осознания масштабов проблемы. Эй! Водить экспонат выставки запрещено! Похоже, тебе придётся поискать другой транспорт, чтобы попасть в лабораторию. О, слышишь, в будущем открылось, у нас появилось будущее. Оу-е. Идёмся посмотрим, что оно за будущее в Хиллвеле. Надо делать больше ничего. Прошло, нет, хотя бы будущий есть. Так, и аппаратно обходим её. Давайте посмотрим. О, поездки, да, какие вверх. Сапсан. Кнопочки! Дайте на среднем. Конечно, жителям время от времени не захочется насладиться свежим воздухом. И что может быть приятнее, чем поездка на надземном суперпоезде завтрашнего дня. Ну, они почти угадали, только он будет подземным суперпоезде. Придёт лек процветания для нашего прекрасного мегаполиса. Прыгните с нами на 50 лет в будущее, когда примерно в 1981 году Хиллвеле достигнет расцвета, благодаря оборудованию Хэлла и коллективной фантазии человечества. Неужели это наша городская площадь? Нажмите кнопку, чтобы попасть в Хиллвеле будущего. Приблизительно 85 лет. Но где же люди? Будущее под землей. Сеть тоннелей протянется на милю вглубь, предоставив 10 миллионам жителей будущего Хиллвелли пространство для работы, развлечений и семейного досуга. Ну, жить под землей, мне кажется, это как-то глупо, блин. Ну, хотя... Не, мне кажется, это реально глупо. Нафига? Давайте последнюю кнопочку. Дивные мечты Хиллвелли. А выставка напоминает вам, что вы можете найти всё необходимое для притворения своей мечты в жизнь. Давайте классно по таким. Апородование Хэлла украшает на поле 1895 года, как неискусственная радуга, чтобы все жители Хиллвелли были уверены. Блин, упало, нам попало. Где-где-где? Нужно заместить, где лампу? Я не вижу. Где? Нажмите кнопку, чтобы лапать. Это я понял, где... А, во, во, вот он. Просто возьму на время. Так, всё, отлично, бесполезно. Так. Ну, как, что это за кнопкой делать? Конечно, жителям время от времени захочется насладиться спешим воздухом. И что может быть приятнее, чем поездка на надземном супер-выне? Где же на сегодня? Стейлборд, ну, а стоп-ю было завалялся где-то, чтобы я у него не могу. Я не пропалил, он мне доску доставку, и всё. Я думаю, я там ящички. Объезжал, он выбросил эту хрень, которая отвалилась, или что? При... Призма. Ну, кстати, попробуем, а это Трикси случить, потому что это немного смахивает на алмаз. Правда, не такого цвета, но алмаз немного похож. Ну, или бриллиант. Обделанная алмаз, грубо говоря. Так, эй, Трикси. Троттер, если не ошибаюсь, да? Ну-ка, зазовы, чё у меня есть. Привет, Трикси. А, привет, приятель. Слушай, а не проще будет подойти к этой Стрикленд и двинуть ей по физиономии? Ну, было бы занятно посмотреть, но это не заставит её расстаться с моим другом Эмитом. О, и правда. Ты всё принес, что я просила? Миха, бриллиант и фотоальбом твоего друга? Ой, только бриллиант. Пока не всё, но я работаю над этим. Хорошо. Мне не терпится устроить спектакль для мисс Высокомерия. То есть нужно сначала всё собрать. Да, ладно. Привет, Экспир. Да нет, 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 нет. Ты пока не... Хорошо. Сейчас вот нужно аккуратно, отлично. Так, может всё-таки вот на этом стенде можно что-то найти для доски? Нажмите кнопку, чтобы попасть в... Хорошо, я понял. Что тут немного похоже на доску? Ничего. Грузовик. Ну, а что, у грузовика доску отломать там, где кузов именно? Так откуда я колесики возьму, интересно? Дайте с этой стороны подаём. Ладно, если я ничего не найду, то вернусь, то вернусь. Знаете, что я заметил? То, что поезд же на колесиках крутится, моё... Вот, поезд будешь, кстати, он действительно, он из-за больше... Единственное, что он действительно, только поезд. И он на колесиках может получиться, второго взять поезд и на нём прокатиться. А, да, даже так вот. Будущее не будет таких... Здрасте, мистер Клинт. Я просто ломаете, что хотите, мистер Корлеоне, мне наплевать. Только не лезьте в павильон Эммета. Кстати, надо пойти посмотреть, что же его там задержало. Я проверил вас. Да, ладно, я проверил. Я скажу ему, что вы его ждёте. Я всё равно туда направлялся. Нет, не ходите. Ему совсем не нужно, чтобы его отвлекали. Времени почти не осталось. Всё, больше ни слова. У меня весь день расписан по минутам. Мистер Клинт. Извините, не узнаю. Боже, вы сбрели волосы, но Карл Саган? Я хотел бы поговорить с вами, если можно. Я не уверена, что мне пристало находиться в компании человека, подозреваемого в поджоге. Сама же подождула, мы тебя пропалили. Понимаете? Я знаю, что вы задумали. Пойдёмте куда-нибудь, где можно поговорить на единстве. Нифига себе. Заяву. Я задержу её, как ты возвращаешься. Я знаю, если вдруг я не расслышу, я знаю, что вы задумали. Отлично, у нас есть теперь колёса, на которых мы у нас можем отправиться. Да иди нафиг, на которые мы сможем отправиться к нашему доку в младенчестве, скажем так. И скажем всё, что надо. Надо тоже будет следующей серии, так что до свидания.